Деньги из мусора. В Новоталицах начал работу пункт приема вторсырья за вознаграждение. Это первый в регионе стационарный эко-пост. Работать он будет в будни с 9 до 18 часов. Здесь по Новоталицам наблюдаем, все-таки у нас оживленная трасса проходит через район. Всегда есть мусор и стекло, и пластик. А теперь вот может любой желающий, в принципе, то, что вокруг валяется, собрать, принести сюда и получить небольшие деньги. Это пункт стационара, он не переезжает, он не временный, он постоянный. То есть люди всегда будут знать, что сюда можно прийти, сдать макулатуру, аккумуляторы. Обслуживать население будет любовь Платонова. Такая работа для женщины в новинку, но предложение приняла с энтузиазмом. И дело природу угодное, и прибавка к пенсии не помешает. Акцент на аккумуляторы. То есть у нас вот весы, нам будут приносить аккумуляторы, взвешиваем, рассчитываемся денежками. Также макулатуру будем принимать, алюминий, пластиковую тару, пластиковые бутылочки, шины, лампы. Компания Коммер, которая организовала этот пункт, рассчитывает, что народом он будет востребован. Тем более, как показала практика, услуги передвижных эко-мобилей не всегда удобны для населения. Чем больше будет подобных пунктов, тем больше отходов, которые можно переработать, будут собираться, а не выкидываться в помойки и, соответственно, не вывозиться на полигоны ТБО. Будет снижаться нагрузки на полигоны ТБО, будет экология в регионе лучше. Хорошо протаренную народную тропу, как и посту, прогнозируют через месяц. Ставка на сарафанное радио. Как только население узнает, что можно не просто выбросить мусор, но и получить за это деньги, посещение пункта приема вторсырья приобретет особый смысл. А если серьезно, расчет, конечно же, в первую очередь на тех, кому не безразлично будущее региона и планеты в целом. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.